В дни славянской письменности и культуры в Российской государственной библиотеке состоялся вечер памяти известного скульптора Вячеслава Клыкова, которому в этом году исполнилось бы 75 лет. За свою яркую творческую жизнь Вячеслав Михайлович создал более 200 памятников в честь знаменитых людей России. Среди образов, созданных многогранным талантом скульптора, воины, писатели, поэты, мученики и правдоискатели, словом, истинные русские люди. Монумент, как это принято считать, является вершиной признания народом заслуг того или иного человека. А Вячеслав Клыков по своему наитию и по велению души создавал памятники и монументы, не дожидаясь официального статуса личности. Так получилось с памятником Николаю II, который дважды был создан и установлен Вячеславом Клыковым, и дважды его взрывали в период лихолетия. И только после признания русской православной церковью царя великомученикам и святым памятники в его честь оставили нетронутыми. Теперь они, как и многие другие произведения Клыкова, украшают города России. Он стоял у истоков Союза России, Украины и Белоруссии. Он возродил соборное движение. Он возродил Союз русского народа. Вячеслав Клыков был активным, честным и справедливым человеком. Это отмечают все его друзья и коллеги. Возглавляя более 17 лет Международный фонд русской словесности и культуры, скульптор демонстрировал своими поступками твердость характера, за что снискал уважение. Он сделал очень многое для возрождения духовности человека, сочувства, но борясь. Сегодня семена, настойчиво высаживаемые Клыковым, дают сильные побеги. Именно сегодня мы все почувствовали, что русский народ может много. Русский народ силен. И он как ртунь собирается вместе, так и русский народ собирается и оправдывает ту соборность, которую всегда ему отличат. Вечная борьба добра со злом через призму творчества. Такой биографии, как у Вячеслава Клыкова, мало кто может похвалиться из людей мира искусства. Народный художник России, академик Международной славянской академии. Без конъюнктуры и без компромиссов с совестью трудно было жить, но в этом и был смысл жизни великого мастера. Стеки покрыты пылью и брендой, сидел у плава человека. А мир ушел в твоец вселенной, остановившись он из рек. Я, друг, униженных и бедных, я всех убогих берегу. Я знаю много слов заветных, я лезь и твой Бог, я все могу. Меня печалит вид твой грустный, какой бедой ты тамил. И человек сказал, я русский. И Бог заплакал вместе с ним. Спасибо. На вечере памяти были вручены награды тем людям, которые совершают свой молчаливый подвиг, борясь против несправедливости. Трубящий ангел от благотворительного фонда был подарен Герой Советского Союза Геннадию Зайцеву, который в далеком 93-м году отказался стрелять по защитникам Верховного Совета, за что потом подвергался гонениям со стороны руководства. Такой же символ стойкости вручили сыну Вячеслава Клыкова, Михаилу, за бережное отношение к наследию. Память – это нематериальный монумент высшего признания личности человека. В ответ на его добрые дела и сподвижничество Вячеславу Клыкову – вечная и светлая память. Творец уйдет, природой побежденный, но образ, им запечатленный, веками будет согревать сердца. Мы верим, что Царь поведет нас на бой, с оружием чести и славы. Прощи нас, священник, славы мой, исти мою дам мою Бога. Субтитры создавал DimaTorzok